Как обычно, сверяем часы 13.07 в нашем городе. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня день летнего солнцестояния, так называемый, самый длинный световой день в году. И, в общем-то, вполне себе светлый человек, да в гостях особого мнения. Виталий Брам, Виталий, здравствуй. Добрый день. Вот мне очень нравится, мне очень нравится на протяжении многих лет терминология писателя Сергея Лукьяненко, я имею в виду ночной дневной дозор, есть светлый и иные, есть тёмный. Ты каким себя предчисляешь? Ну, хотелось бы верить, что к светлым, но посмотрим, почему именно этот вопрос. Хотелось бы верить, что к светлым. Да, просто мы сейчас до начала программы начали говорить о Великорецком крестном ходе, а ты, как известно, принимал участие в прошедшем, да, уже не в первый раз. Как ощущения? До конца прошёл? До конца, да, есть бы обратно, полный путь, и он продолжается, то есть, по ощущениям, он продолжается весь год в этой мероприятии, которая весь год сохраняется у тебя в памяти, в голове, и там светлые мысли, которые приходят во время пути, они продолжают прогрессировать. А как ты относишься к тому, что многие участники Великорецкого крестного хода, и ты, кстати, не исключение, активно в соцсетях потом записи, фотографии размещают, у меня такое ощущение, что для многих это становится какой-то самоцелью. Пойти в Великорецкий крестный ход, потом отчитаться, массой фотографий. Вот, смотрите, я тут себя причисляю к верующим, глубоко пошёл в ход, чтобы искупить, что-то загладить, чтобы познать себя и так далее. Вот такая активность. Ну, слушайте, там идёт огромное количество человек. Хотя, с другой стороны, понимаю, что почему бы нет в век современных технологий, почему бы этим не заниматься, но вот мне кажется, что во многих случаях это уж слишком как-то... Ну, вот я выложил красивые пейзажи, которые там постоянно встречаются перед глазами, ничего более не выкладывал, да? И идёт в крестный ходу порядка 15 тысяч человек, там 10-15, по ощущениям. И абсолютно разные люди, то есть, ну, категории людей абсолютно разные. От фанатично верующих до абсолютно объективно адекватных, до верующих нормально, то есть, вполне, до туристов и так далее. То есть, безусловно, ну, разные люди идут, разные взгляды, там, разные цели перед собой ставят, разные мысли к ним приходят, и кто там, чем там делится в соцсетях, да, в принципе, абсолютно не важно. Ну, лично там для меня. Да и хоть там голая будет, например. Ну, какая разница, на самом деле. Что для тебя самое сложное во время этого шествия, Великорецкого окрестного хода, я имею в виду, что тебя останавливает от принятия решения остановиться, свернуть, уйти, вернуться? Слушай, ну, во-первых, сам путь, ну, как бы, вот, если он идёт, там, 6 дней, там, 3 туда, 3 дня туда, 2 дня обратно, 1 день в Великорецком, ну, нужно до конца заканчивать. То есть, ну, нужно вообще там стараться какие-то дела заканчивать до какого-то логического конца, до какого-то там завершения, до какого-то перехода, может, в иное состояние. Так и в этом случае это первое. Второе, ну, сам по себе ход, у тебя идут прекрасные ощущения, прекрасные люди вокруг в огромной количестве, что вот это не может не радовать, это само по себе является, наверное, чудом, там, лично для меня самым основным, то есть, огромное количество нормальных, добрых людей собираются вместе, поддерживают друг друга, общаются, молятся, идут, самое главное, идут. Да, заражены в хорошем смысле этого слова одной и той же целью. Было идти сложно, ну, за 7 лет, что я хожу, это был самый, с физической стороны, сложный, но с морально-дюховным очень просто решилось. Всё понятно, ты идёшь, грязь смесишь, тебе всё понятно. Здесь, в городе, немножко не так, ничего не понятно. С городским делом с вами тоже поговорим. С таких пристрельных вопросов начинаю. Виталий, я напомню, мы представляем обычно общественным деятелям. Кстати, недавно Кировстад отчитался о том, что население областного центра у нас выросло за первые месяцы 2018 года, сейчас по официальным подсчётам 540 тысяч человек примерно у нас проживают. Я к чему? Я по поводу общественных деятелей. Население растёт, а общественных деятелей, активно высказывающихся, которые находятся в хороших дружеских отношениях со смешниками, их можно по-прежнему по пальцам руки пересчитать. Или по пальцам, не знаю, двух рук. Но можно, в общем, да? Двух рук и двух ног, наверное. Да. Скажи, на твой взгляд, с чем это связано? Почему у нас, по моему оценочному осуждению, количество таких активно высказывающихся по разным вопросам не увеличивается? Или может медленно увеличивается? Особо их не знаем, не видим, не слышим. Ну, потому что, наверное, стоит всё-таки заметить, что, чтобы более активно участвовать в жизни города, ну, значит, там, собственно, и высказываться в том числе по какие-то темы, проблемы, предложениям. Ну, нужно как-то более широко мыслить. С кругозором каким-то обладать? С кругозором, с... Более широким познанием и опытом. С, наверное, с таким бытием, что ли, со смысловым значением. То есть, ну, там, ради чего вообще мы здесь живём, в социуме, в принципе, в городе. Все вместе, да. То есть, ну, если мы живём, то мы должны эти проблемы естественного внимания обращать, какие-то там предложения высказывать и пытаться их реализовать, чтобы стало лучше не только себе, но и всем остальным вокруг. Вот здесь важно. К сожалению, у нас на уровне вот этого понимания того, что окружающий мир не заканчивается за своей дверью в своей квартире, очень малое количество человек так мыслит. Ну, то есть, у всех, к сожалению, такое более короткое, что ли, отношение к такому плане. Не то, что это плохо или хорошо, да. Ну, то есть, это вот так вот. Ну, это, наверное, вот так вот. Плюс общая ситуация, которая одно складывается, всё же мы понимаем, что большая часть активных людей, они уезжают. Потому что они здесь не могут реализоваться, им здесь некомфортно становится, потому что у нас последняя грязь, там, отсутствие дорог, тротуаров, там, инструкцируктуры какой-то, да. А они уезжают там в те места, где, наверное, как я не думаю, будет лучше. Лучше в первую очередь в каком смысле? Ну, комфортно. 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 Ну, что такое комфорт? Отсутствие грязи на дорогах, разбитой, брусчаткой, а сквальтой. Вот смотрите, когда выходишь на улицу и не можешь обойти банальный, например, лужу, потому что тебе придётся уходить на дорогу, где тоже лужи тебя обязательно обрызгивают водой и грязью, и ты идёшь в комнату, и становится очень некомфортно. И не по себе того, что ты здесь просто в такой ситуации находишься, что ты вроде ничего плохого не сделал, а тебе вот такие испытания, посланы. Почему? Приезжаешь в Москву, там, вроде, всё хорошо. Ну, по крайней мере, в центре Москвы, внутри Садового кольца. Ну, люди стараются, наверное, уехать там, где им будет более комфортно, где они смогут себя реализовать, в том числе. Потому что здесь делать, наверное, в чём-то сложнее, но в чём-то и проще. Здесь такое, там, боякое мнение можно высказать. Ну, как-то вот так. Ну, мне хотелось бы, чтобы ты ещё... Происходишь там события, которые, ну, здесь мало что происходит. Короче, хорошего мало что происходит. А прокомментируй, пожалуйста, мои соображения по этому поводу, да, если хочешь, поделюсь своими, потом у меня тоже периодически возникают какие-то позорения, что вот, это же можно вполне себе реализовать. Главное, единомышленников найти, вот как-то собраться все вместе, а потом я начинаю общаться с теми же соседями. А никому ничего не надо, казаться. Да, никому ничего не надо. Каждый живёт в рамках вот своей квартиры. Вышел за порог, и всё, трава не растет. Я тут встретился недавно со знакомым. Он у меня спрашивает, ну, как там у вас на радио, вот знаю, что ходят там чиновники, депутаты, что хоть говорят-то. Слушай, я говорю, что я тебе буду пересказывать? Ты зайди на наш сайт, эхакирова.ру, ты послушай, и сам он знаешь, что мне говорит? Мне неинтересно. Вот, неинтересно и всё. А что интересно? Он доволен своей, видимо, работой, рамками своей семьи, детьми и так далее. Ну, я не спросил, что интересно-то. Ну, вот это как раз-таки кругозор вот это, который у человека в голове. То есть это и есть основная проблема. И вообще проблема нашей стороны, в первую очередь, заключается именно в этом. Потому что окружающий мир заканчивается, когда заклопывается дверь в квартире. Всё, я ни при чём. Да, там ничего вот этого не существует. Там чёрная дыра всё поглотила просто и всё. С утра, когда он выйдет, пойдёт на работу, поедет или куда-либо ещё, этот мир немножко приоткроется, и он не такой хороший, как хотелось бы. И это будет человека ещё более сильно угнетать. И, соответственно, он ещё более дальше закроется в своей квартире. В этом вся проблема страны. То есть не в Путине, не в чиновниках, не в воровстве и коррупции. Это следствие. То есть если люди будут более активно участвовать в жизни окружающей их мира, окружающей мир их, то это всё изменится. Все следствия довольно быстро, ну, относительно быстро изменятся. Будем надеяться. Так, я хочу... Прибраться во дворе, заставить, где кто там должен прибраться, либо прибраться самому, ну, условно, в широком смысле этого слова, во дворе, в доме, то есть окружающей мир хотя бы расширить вот эту зону, уже станет лучше во всей стране, не только в городе. Я хочу анонсировать несколько тем, которые мы вместе с Виталием сегодня затронем. Это, безусловно, жизнь города, основные проблемы, работа городадминистрации, тарифы, тарифы, вот о грустном тоже поговорим, буквально через минутку. Тариф на коммунольные услуги. Виталий Брам, общественный деятель, не переключайтесь. Продолжаем наше общение. Виталий Брам, общественный деятель, невеселую тему сейчас затронем. В этом году ведь еще не поднимались, да, у нас тарифы на коммунальные услуги. О том, что они вырастут с 1 июля 2018-го, было объявлено еще в конце прошлого года. Вот как раз материал с конца прошлого года я читаю. С 1 июля все муниципальные образования Кировской области, за исключением областного центра, здесь предельный максимальный индекс изменения платы коммунальной должен составить 4%. Что касается областного центра, то у нас 7,39% должны вырасти эти цифры, что, в общем-то, конечно, радовать он никак не может. Вопрос. Почему в областном центре 7,39%? Инфляция у нас в прошлом году по официальным данным выросла только на 2,5%, а в текущем году там ближе к 1,5-2% она подбирается, а тут бац, коммуналка на 8 почти процентов. Ожидаемая инфляция, по-моему, насколько я понимаю, 4,5% ожидается. В этом году, да? Да, по-моему, ну что ожидаемая аналитиками. Ну давай начнем с пистемичной оценки. Надо смириться, ибо все растет, все дорожает. Ты не согласен? Я не согласен, потому что никто до сих пор, вот сейчас мы пытаемся проделать эту работу, чтобы всем стало понятно вообще, из чего складываются эти цифры. Мы это... У нас создана рабочая группа при общественной палате, по общественной наторолю, за тарифами, за всеми. Уже просмотрели на отопление, на мусор сейчас в работе. Сложная тема, потому что, конечно, денег всегда будет не хватать. Тем более в той ситуации, когда инфраструктура, она вся в упадке. То есть, конечно же, износ этих же тепловых сетей подбирается к 90%, это большая проблема. И все прекрасно понимаем, что атрибут с вложением. Денег в стране мы понимаем, что нет. Да? Мы же видим. Но мы же не виноваты. Пятьсемь возрастом повышают НДС, повышают. Все пока это особо не замечают, потому что все на чемпионате мира, как в нашей сборной, играют. Прекрасно, молодцы, но эфирит пройдет. Вот там тарифы, конечно же. Ну, единственная возможная возможность взять эти деньги у населения. Видимо, там еще чуть-чуть осталось. У населения? Сейчас порой есть в карманы. По мнению власти, по мнению власти и тех организаций, которые обслуживают все эти и все прочее, ну, конечно, все берется оттуда. И все бралось оттуда. Вопрос в том, почему за последний период вся инфраструктура пришла в такой упадок, ну, он как-то не поднимался никогда. Сейчас, начиная подниматься, мы понимаем, что система была сложена не идеально. Ну, взять это, там, это же отопление. То есть, у нас с 2005 года все тепловые сети перевели в аренду Т+, их организация, их холмингов. За это время количество аварийных ситуаций выросло, и сети износились. Ну, это же объективный процесс. А аренда и оплата, как была, 50 миллионов в год, в 2005 году, так она осталась, сохранилась в 2018 году, да, то есть, все цены растут постоянно. Они платят эту аренду. О, это я не знал, что это сумма. А вот эта проблема, да, то есть, и она никогда не поднималась почему-то, да. То есть, мы понимаем, что объективно растут все цены, растут их прибыли. Хотя, не говоря, что работают, увы, так, мы понимаем, что компания Т+, она не может работать в принципе. На 40% там чуть ли не вшорная компания. Вообще, когда они деньги уходят, непонятно. но дело-то в другом. Дело в том, что ни власть, никто, даже проконтролировать вот эту часть инвестиционной составляющей почему-то должным образом не может. То есть, когда ответ из Министерства строительства и ЖКХ приходит, что мы не в состоянии проконтролировать исполнение инвестиционной составляющей, там, по всей области у нас просто нет таких сил и ресурсов. Ну, как бы, смотришь, что ваше. Так, деньги платятся, они берутся из населения, они биты в тариф. Это реконструкция, модернизация этих троп. А инвестиционная составляющая из года в год не выполнялась, то есть, она не полностью исполнялась, потом перекидывалась на следующие года, менялись объекты в ней, то есть, очень такая мутная схема. А что, в условиях аренды не прописано, что хорошо, вот вы арендуете, но вы при этом должны еще и определенное количество реконструировать за эти годы? Нет там такого? Они должны обслуживать, они должны реконструировать, но опять же, на ту сумму, которая вложена в тариф, которая утверждена РСТ первая. Там есть инвестсоставляющая, которая бита в тариф, там есть составляющая, которая именно за счет арендной платы, то есть, эти 50 миллионов ежегодно, которые Т-плюс платят городу, город отдает обратно в Т-плюс, чтобы они проводили реконструкцию, модернизацию. Ну, вот, такая тема. Вопрос по увеличению тарифа, о чем ты сказал, на 7,39, для меня лично... Но это максимум, по-моему, да? Смотрите, там идет... Нет, ждать, что будет меньше, точно не стоит, к сожалению. Но вопрос в другом. У нас есть предельное нормативо увеличения, которое основано от правительства МРФ. По области, по Кировской, это 5,5. Здесь получается, за счет того, что в Аглосомцентре 7,39, в области 4, мы вписываемся... Средняя сохранность вписываемся. Но, в то же время, никто из официальных лиц, ни при утверждении, даже, ни при обсуждениях, многочисленных уже, прошедших, не удосужился, понятно, четко и ясно объяснить, почему в Кирове 7,39. То есть, были, там, доводы, что... Потому что в области 4, вот у нас 7,39. Но, как бы, это не ответ на вопрос, почему 7,39. Это ответ на вопрос, для чего вписаться в 5,5? Это там другой вопрос, да? Да, там были вбиты в этом году сферно-нормативные потери в тарифах. За счет этого и было увеличение. Ну, слушайте, ребят, мы подходим к концессии, мы постоянно говорим правительство РФ, региональное правительство, администрация города, энергетика, что единственный век этой ситуации это подписание концессионного соглашения на долгосрочный период, будет возможность вкладывать большие средства, и сейчас вкладывается, если память не изменяет, ну, порядка, там, 250-300 миллионов суммарно. в год? Да, в год это нужно, порядка, там, 900 миллионов в год, и, там, ежегодно вкладываем. А это какой процент от суммы получаем в виде платежей, тарифов? Или сейчас сложно вспомнить эту информацию? Сейчас сложно вспомнить, ну, каждое увеличение на, там, 100 миллионов это порядка 3-х процентов увеличений. А, то есть не так уж и... Ну, увеличение довольно существенное, то есть мы же понимаем, что суммарно, если мы про тепловую энергию, то это порядка 60, ну, 50-60 процентов от суммы, там, платежа коммунального, в принципе, они как раз идут на эти услуги. То есть это довольно массивная строка в этой платежке. И любое увеличение на, там, 7 процентов, на 7,39, существенно будет бить по карману. Особенно незащищенное население консеренеры, молодые семьи, да вообще все, в принципе, все население в стране незащищенное, кроме очень-очень узкой прослойки людей, которая очень сильно защищена от всех преград и всего остального. Ну, ты сейчас говоришь про общероссийский уровень, не только. Да, ну, он же сохраняется, он же сохраняется, мы же никакие там не оффсайдеры, не впереди, мы в среднестатистический уровень в стране одинаково, то есть мы не защищены абсолютно. При этом с нас постоянно будут сейчас сдирать все больше и больше. Это пойдет по экспоненте, потому что в стране будет денег меньше, ситуация экономическая будет ухожжаться с каждым годом, как бы нам ни говорили, мы видим там шаги, которые делаются, безусловно, это не хорошая жизнь. И тарифы будут расти. Именно поэтому был вопрос, почему бы нам не дождаться момента концессии, допустим, и уже к этому моменту мы объективно повысим на необходимый, на необходимый процент. То есть, как ожидается на концессии с января, напомним, с января 2019 года. Если все получится хорошо, то есть, уже 2-3 года идут какие-то обсуждения. Вопрос этот, кем, кому задавался? Вопрос этот, всем задавался. Всем задавался. Всем уровня власти, всем уровня власти, энергетика, и всем прочим. Долго обсуждения, потому что и условия, и все прочее. Мы понимаем, что когда будет концессия, будет еще больше увеличения, причем, скорее всего, с нормативным увеличением. Деньги-то будут набраться оттуда на дополнение условий концессии по модернизации. Будут деньги браться с людей, в любом случае. Не-не-не, но с 1 января в плату... Будет увеличение еще. Будет еще. Будет еще увеличение. А что, нет такого норматива, что нельзя повышать чаще, чем один раз в год или в какой-то другой период? С 1 июля 2016, ну, будет, ну, с 1 июля 2019, то есть, вопросы мы обсуждаем. Хорошо, не с 1 января, но с 1 июля. Какая разница? Спустя год. Спустя год. Будет еще увеличение. Причем, вот какое оно будет, большой вопрос, никто на него ответить там толком не может. Хотя обсуждается концессия уже очень долго. Три года, когда обсуждается, это должна быть какая-то... Два или больше, да? Даже больше. Ну, активная фаза, вот там, последняя, когда уже и власть вроде там спинилась, уже там, как-то все, пошло, должно потом пойти и к чем-то прийти. Никто там до сих пор официально, даже в дипсихронном общении не может сказать конкретно прогнозируемое увеличение там роста тарифов при подписании концессии и всем прочим. И как это будет влиять на вообще состояние сетей, то есть какие они будут в том состоянии. Ну, очень все размыто пока же. Хотя я уверен, что все проекты они давно уже есть и я думаю, что различные прогнозируемые там ситуации, которые будут последствиями разной вариации, они, я думаю, уже выиграны, обсчитаны. Поэтому, вопрос есть. Сейчас уже никаких возможностей, да, простите, нет сейчас уже никаких возможностей приостановить этот процесс, я имею в виду, повышение платы именно на столько, не меньше. Я уже говорил о том, что в сравнении с инфляцией это очень даже, это очень даже существо, а если мы возьмем все остальные там тарифы, в любом случае мы будем больше платить. Если мы возьмем все остальные там тарифы, которые нас окружают, будь то там холодную воду, высокомусор, утилизацию, на каприбонд, все прочие сборы, они там все вырастут, и там суммарно это все будет, там приведет, не потому что какие-то там условные там 7 процентов или 4 процента, в 12-15-20 процентов. А зарплату, мы понимаем, что не расти не будет. Здесь вопрос в тревом. Если что-то правительство пошло, стало на путь увеличения всех сборов и поборов, ну хорошо, вы тогда увеличиваете по минимальным зарплатам рот и все прочее. Пусть она тоже растет, пусть там доходы сильные растут. Но она подросла, не недавно. Не столь существенная, к сожалению. Просто я часто очень задаюсь этим вопросом. Не догоняет, не догоняет почему-то. Я задаюсь этим вопросом власти, у них продумана некая концепция, повысят здесь, надо же сбалансировать где-то в другом месте, чтобы люди больше получали и так далее, и так далее. Или как-то вот это все не слишком осознанно происходит, не слишком сознательно. В общем, я думаю, действие происходит ситуативно. Можно готовиться к тому, чтобы оплатить больше. И все. Процесс на 15. Как с этим бороться, ну, в данной ситуации я не знаю. Потому что у нас нет ни представителей во власти в виде там работающих дум различного народа. Вот этих представительных органов их нет. Я вчера был на Грязковой доме, это какой-то кошмар. Все 30 человек было задано 2-3 вопроса, на которые не получены ответы объективные. И знаете, все успокоится. От депутатов? Предложение. От депутатов. В процессе обсуждения, да? На кой черт все надо? Давайте их всех распустим. Депутатов всех, которые мы все прочим. У нас есть правительство. Давайте понимаем, что есть Путин-царь, есть его назначенцы, у них есть ответственность. Сейчас какая-то там коллективная безответственность получается. А потом нужно конкретно ответственный человек. Тогда уже. Если бы про... Страну придется переименовывать. Будет уже не федерация, не республика. Сейчас памятник поставим Николаю второму. Вернемся. Если бы конкретно про эту ситуацию, про... Мы начали с отопления, с тепловой энергии. Ну, смотрите. Я уже говорил про арендную плату в районе 50 миллионов. Давайте увеличим. Это позволяет и условия договора, и условия женского кодекса, и все прочее. Правые отношения это позволяет сделать. За счет этого мы увеличим те средства, которые будут вложены модернизацию. Не за счет увеличения... Но ты сказал, что они берутся вроде и обратно возвращаются. Ну да. Давайте их увеличим. Да, то есть, хотя бы на этот момент. Почему бы и нет? Ну, кто пойдет против этого? То есть, там люди на этом зарабатывают. Понятно, что они будут стараться максимально лоббировать свои интересы, продвигать их, продавливать и все прочее. Это очень большая федеральная структура. Это плюсы. То есть, это монополия, которая, безусловно... Все монополии, они ведут к этому. То, что будет ухудшаться инфраструктура, затем, когда она будет на пике своей возможности, будет значительное увеличение платы граждан. И опять будет все повторяться. Когда это будет закончено и будет закончено, когда мы увидим нормальную ферстуру, я не знаю. Потому что все, что сейчас делается, это такие затычки. Будь то дороги, будь то все остальное. Ну, если успеем, про дороги тоже поговорим. Виталий Брама общественные деятели. Подошло время небольшой рекламы. Сейчас пауза, полутора минут, мы продолжим. Виталий Брама это его общественное мнение, общественные особые мнения. Ну и общественные тоже. Так как общественного деятеля мы продолжаем говорить о том, что нас ждет 1 июля этого года увеличение тарифов. Сейчас на мусори решили остановиться. И в заключении про... За ТБО мы тоже будем платить в Польше. Да. Ну, хотелось бы в заключении сказать про отопление. Даром я там уже Т-плюс ненавидит. Ну, ребята, давайте оценивать так, что мы подходим к концессии. Тот путь, в принципе, он неплохой сам по себе. То есть четкая, понятная ответственность. Логика есть. Логика есть. Все прочее. Но сейчас я не вижу смысла было бы поднимать тариф на 7,39% с 1 июля. То есть уже скоро, да? Оставить вот такое значительное повышение до момента концессии. То есть и все эти обсуждения и обоснования то, что там в области 4%, а здесь в основном Z3,39% и как-то это типа убрановешивается. Кто мешал сделать и Кирвит 4% и условно там Кирсейт 4%. То есть можно сделать наоборот, да? То есть там, я думаю, тоже изношенная труба. Поэтому здесь вопрос такой и там, безусловно, к правительству и администрации города посыл должен быть увеличение контроля, то есть который отсутствует, который там чуть ли не официально, если высказаться, мысль о том, что мы не можем проконтролировать выполнение составляющей от министерства энергетики и их области, опять-таки странно, очень звучит. Мы были сильно удивлены этому. Поэтому нужен усилий и контроль. Знаю, что в администрации города Кирова сейчас была создана какая-то единая муниципальная служба контроля. Я думаю, что вопросом этим это нужно заниматься. Служба единой муниципального контроля пока еще не ясен ее функционал, какие-то общие черты мы надеемся, что в ближайшее время выяснили. Итак, твердые бытовые отходы? Твердые бытовые отходы. Погнали. Отходим от ресурсно-оснабжающих организаций. За вывоз и утилизацию тоже будем платить больше, тоже непонятно почему. Посмотрите, увеличивается тариф. Нужно там четко понимать, потому что в СМИ в начале цифры в 14 раз, в 20 раз, в 10 раз. Ну, нужно это четко разложить. То есть мы сейчас, на сегодняшний день платим в совокупности за утилизацию, захоронения и транспортировку 314 рублей только с кубическим метром. Это сейчас. Это уже там после увеличения, которое было в начале года за транспортировку, что не регулируется ресурс РСТ нашей Кириллской области. Мы сейчас платим по 314 рублей с куба. С 1 июля мы будем платить 556 рублей с куба в совокупности за захоронение и транспортировку. Почему? Ну, это объясняется тем, что была включена... В 1,6, в 1,7 раза. В 1,5. Минимум в 1,5. Объяснение одно то, что включена стоимость, в сатуре тарифа плата за негативное воздействие на окружающую среду. Ой! Мы наконец-то додумали, что мы тем самым этого не было включено к чему-то, кстати, большой вопрос, ранее в тариф, потому что по федеральному законодательству это должно было быть в тарифе и должна эта плата была выплачиваться. Плата идет и на региональный уровень бюджета, и на муниципальный уровень бюджета, и на федеральный там очень маленькая частичка, сейчас смотрю. именно из этого происходит увеличение с 1 июля, то есть основное. И с 1 января мы все понимаем, что переходим на новую формацию взаимодействия с твердыми коммунальными отходами, будет новая строчка в платежке, отдельно все бомбы платить. Я так понял, что будет и вообще отдельная платежка, а не с... Ну, или отдельная платежка. Я очень хотел бы видеть, что мы пришли в этот период к единой какой-то платеж. Чтобы была одна бумажка, что можно было с ней прийти или там через интернет заплатить за что хочешь. Такая система тоже есть. Или выбросить и не платить. То есть можно, да, по пути гражданского неповиновения пойти, в принципе, с какой-то стороны. последствия могут себе заявить. Система будет против. Да, то есть. Вот такая история. И с 1 января следующего года нас ожидает еще на повышение, то есть еще одна ступенька на повышение. Пока что точных цифр озвучено не было. Мы слышали цифры, что увеличатся до примерно 156 рублей на человека в месяц. Эти цифры в нашей студии озвучил гейм-директор Куприта Рима Торопова он говорил порядка 150 рублей жителей Кировской области имеется в виду и старый мод. Если мы переведем именно на человека в месяц, то то, что мы платим сейчас, если брать норматив образования, мы платим по 79 рублей. С 1 июля если кубы в человеке переводить. В человеке, да. Учесть норматив образования мусора и все прочее это будет по 79, будет по 56. В два раза. В два раза исходя это с 1 июля. Если брать то, что мы платим сегодня, то это почти в три раза увеличится. Поэтому хотелось бы чтобы было четкое понимание, что будут увеличения в три раза. Не в 14, не в 2, в 3 раза. Ну, чтобы было законно. Обрадовал Виталий. Ну, А в 14, это в 3? Ну, да. Собственно, все по мусору. По мусору все. Нас ждет это увеличение. Учевать ничего не стоит. Нас это увеличение ждет. В любом случае нужно будет вкладывать. Проблема также есть. И все как-то нужно решать. Ну, в любом случае с мусором есть проблема. И с валкой незаконная. И те салки, которые сейчас уже почти заполнены. То есть, которые не введены до сих пор в эксплуатацию и обженную построен. То есть, какие-то проблемы пошли. Конечно, нужно проблемы решать. За счет каких средств все упирается в средства населения. Вот мы живем в стране, все доходы из страны, которые были в 10-х годах, к сожалению, на это не пошли. Все будет браться сейчас из последних денег пенсионеров, которые благополучно выплачивают те платежки, если молодое поколение бывает, задерживают, выплатят, а вот пенсионеры платят, потому что они не задерживают. Остается у нас 5-6 минут до конца. Получится капремонт немножко, 20-еще года. И все будет расти. У капремонта это же утверждается на южном правительстве. Оплата будет ежегодно повышается до 50-х копеек. И еще потратить деньги эти почему-то не могут. Да, есть такая новая. Рост тарифов, он будет довольно существенным в общей массе плат, которые мы сейчас платим на данный момент. То есть я прогнозирую увеличение общего суммарного процента на 15. 12-15 точно. Это не есть хорошо. Еще одна из самых любимых, так скажем, тем Виталия Абрама, деятельность управляющей компанией Ленинского района. Да, не только Ленинского. Я хочу вот поинтересоваться твоим мнением по поводу вынесенного судебного приговора. Ты как раз публиковал это у себя и на сайте, в том числе и в соцсетях и озвучивал письмо, публиковал, вернее, письмо экс-начальника отдела содержания ремонта домов у Калиньского района. Я не буду говорить, как его зовут. Его приговорили к полутора годам лишения свободы общего режима за гибель пенсионерки. Это произошло еще 5 марта 2017 года. Вспоминайте, вспоминайте эту историю перекресток Ленина и Преображенской, когда женщина пожилая гуляла со своим внуком и чудом он остался жив. Она погибла. Просто ее погребло под этой ледяной глыбой. Мы уже тут журналисты в редакции начали беспокоиться, а чем же дело-то закончится. Год прошел, больше года прошло, а вот судебного решения не было. И вот оно состоялось и в своем... Вот я хочу сказать, это реально его текст? Это он написал то, что ты опубликовал? Ну да, я так понимаю, что это его жена расследовала. А, жена. Скорее всего, да. Кстати, приговор еще не обжалован, да, еще? Ну, я думаю, я думаю, что скорее всего... Он еще не вступил в законную силу? Я думаю, что нет. Я думаю, что они будут обжаловать, скорее всего, ну, там, судя по тому, что они не согласны с приговором. В общем, ключевое, одно из ключевых моментов в этом письме это то, что этот работник, будучи работником, да, Ленинский управляющий, он никаких указаний от руководства не получал. Я более чем уверен, что все... Что нужно очистить это участок крыши. Указано в письме, я думаю, что это правда. Исходя из того, что в Укалининском районе, особенно в тот период, до этого мы сейчас сохраняются, появился полный бардак. А тут, тем более, еще был дом довольно сложный, потому что дом вроде бы один такой главой, да, но на самом деле у него адреса разные обслуживающие организации разные. И две правящие компании. На одной стороне у Калининского района, на другой компания у ЖКХ. Ну, как я бы сказал, это группа компаний, да. В этом случае, исходя из того, как повелось его руководство, то есть пытались изменить там данные на сайтах, там, на ГИС ЖКХ, на реформе ЖКХ, то есть о том, что они не управляют этим новым и все прочее. Ну, и мы, там, разобравшись из открытых источников, из данных, и впоследствии там следственные органы подтвердили, что это крыша, которая управляется, ну, там, дом, там, часть дома, которая управляется у Калининского района, просто нашли крайнего человека. То есть, да, он занимал там должность, формально он занимал должность, наверное, были какие-то там обязанности, там, должностные, наверное, да, то есть, но в данном случае, даже, скорее всего, не было денег на очистку крыши. Мы помним, что все крыши в тот момент начали чистить массу только после смертельного случая. Как обычно, все происходит. Начало марта 17-го года. То есть, просто деньги, на мой взгляд, разворовывались, наверное, разворовываются, продолжают на обслуживание дома. Там домов, в принципе, кровавящая компания у Калининского района. Просто их не хватало на обслуживание, поэтому часть крыш не чистились. Поэтому это все случилось. Нашли крайнего человека, обвинили, его там дали полтора года, по-моему, полтора, да, на срок. Ну, вот проблема сохраняется. Я думаю, что, конечно, нужно обжаловать. Насколько суд встанет на сторону обвиняемого, сказать трудно. Не, ну суд-то уже вылистали решение. Ну, от первой инстанции. То есть, что будет дальше, если будет обжаловано. Мы еще пока не знаем. Мы там читали и вспоминали, что свидетели, в том числе те, кто управлял компанией, вышестоящие, менеджеры, эффективные, меняли свои показания в процессе, и все прочее. Ну, наводят на странные мысли, то есть, почему так происходит. Я думаю, что, безусловно, там вина полноценная на руководстве управляющей компании, на учителях управляющей компании, на теми, кто за ними там стоял. То есть, мы много раз писали про эту управляющую компанию, какие там схемы осуществлялись, какие там выводы средств, на наш взгляд, происходили. Ну, и именно в этом была проблема. Просто нашли маленького человека, на которого можно спехнуть вину. Вот и все. Ну, сейчас, как известно, в Украине сковоряло новое руководство. Ну, как новое? Уже несколько месяцев там, да? Ну, как новое? То есть, директор компании, это человек, который проработал не излишне, там, 9-го года. До этого работал в структуре, там, Т-плюс. Зам. директора, это господин, там, Кучунев. Тоже были вопросы, почему, как бы, человек, у которого есть конфликт интересов, потому что у него три своих управляющих компании, занимают просто исполнительный директор. То есть, ну, что может там происходить? Есть риск того, что там компании прийти какие-то убытки, ущерб. Ну, он, как бы, там риск потенциальный он есть. Я говорю, что он сейчас происходит, То есть, ну, там, трудно, там, доказать, сказать, утвердительное. Вероятность присутствует, и поэтому, ну, странно. То есть, ну, безусловно, что происходит сейчас там в Ленинской компании, хотелось бы, чтобы это было публично, чтобы и руководство, и администрация города, ну, через, там, АТП, где тоже, здесь новое руководство полностью сменилось, да? И директор компании, и новая зама, там, чуть ли не 5 человек были, там, четкое понимание, как эта компания с огромными долгами, с огромной нагрузкой на себя, вообще будет, там, насколько эффективно, как из этого кризиса они выйдут. Хотелось бы, раз уж эта компания муниципальная, как мы все, все себя в прошлом вгрубили, то, что это муниципальная, мы будем тут спасать людей, и помогать, чтобы они сказали, что у нас есть вот такие-то проблемы, и финансовые, и там, все другие, и мы видим вот такие пути решения. Да, мы будем открыты, приходите к нам, давайте к нам, мы будем ваш дом управлять, мы открытые, честные, позитивные, хотим всем добра. Пока что-то не происходит, прошло там полгода, не происходит ничего, смена ургоста. Если говорить про, там, еще там, полминуты у нас, верно, мы уже исчерпали запас времени, заканчиваем мысль. Ну, как-то вот так. Как-то вот так. Как-то вот так. Ну, что еще, если уж там полминуты, то хотелось бы пожелать просто людям добра и счастья. Давай закончим. И все будет хорошо. Давай закончим таким обращением, обращением к всевозможным структурам. Общественность бдит, общественность следит, и общественность не будет молчать. Не будем молчать, будем, естественно, просматривать вглубь всех этих проблем, стараться выявить какие-то проблемы и вынести предложение, естественно. Надеюсь, что будем услышаны. Ну, и вообще всем счастья. Как без этого-то. Спасибо, Ниталья Брама. Молимся за всех. Особое мнение на этом завершено. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.